МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погода в ближайшее время испортится. В МЧС выпустили метеопредупреждение. В Кировской области ожидаются заморозки. Один погибший и 17 пострадавших. Уходящая неделя в регионе выдалась аварийной. В ГИБДД рассказали об основных происшествиях и напомнили о сплошных проверках на трезвость. Брусчатка пошла волнами, торчит арматура, территорию затапливают. И это при том, что двор на Некрасово недавно отремонтировали по федеральной программе, люди обратились за помощью в Народный фронт. В Кирове стартовала летняя кампания по трудоустройству подростков. Каким работам привлекают детей и сколько они получат за труд? Движение транспорта на нескольких улицах Кирова в день города будет перекрыто. Некоторые ограничения вступили в силу уже сегодня. Так, до 6 вечера нельзя ездить и парковаться по улице Казанской. От Красноармейской до Орловской сообщили в мэрии. 12 июня запрещено движение транспорта на следующих участках улиц по Октябрьскому проспекту от Воровского до Некрасова, по Пролетарской, Адериндяево до Октябрьского проспекта, по Милицейской, Азиной и другим участкам. Полный перечень сейчас на ваших экранах, а также на официальном сайте администрации Кирова. И еще важная информация для автомобилистов. С 11 вечера 10 июня до 5 утра 11 июня перекроют движение транспорта на перегоне Поздина-Полой на улице Советской в Нововятском районе, сообщили в администрации города. На железнодорожном переезде будут ремонтировать пути. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Один человек погиб, 17 получили травмы на дорогах региона. В госавтоинспекции подвели итоги уходящей недели. Всего в Кировской области произошло 12 аварий. В выходные дни дороги будут под особым контролем, напомнили в ГИБДД. Пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятие пройдет как в городе Кирове, так и в иных населенных фонтах Кировской области. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Выпил, сел за руль и поехал по дорогам котельнича. Подозрительного водителя заприметили сотрудники полиции. При проверке документов выяснилось, что 33-летний мужчина не первый раз ездит пьяный. Суд назначил нарушителю наказание. 240 часов обязательных работ с лишением прав на полтора года, сообщили в областной прокуратуре. По ходатайству государственного обвинителя суд применил положение статьи 104 прим Уголовного кодекса России и конфисковал, то есть обратил доход государства автомобиль правонарушителя, который использовался при совершении указанного преступления. Пожилые кировчане снова попались на удочку мошенников. Жителей областного центра обманули по схеме родственник в беде. В полицию обратилась 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила женщина, представилась дочерью и сказала, что попала в аварию. Чтобы избежать ответственности, нужны деньги. Пожилая кировчанка поверила и отдала курьеру, лицо которого было закрыто медицинской маской, 4300 долларов США. Это около 350 тысяч рублей. По аналогичной схеме обманули и 87-летнюю женщину. Та отдала курьеру 100 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Клещи стали менее активны. Пострадавших от их укусов стало меньше, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. По данным статистики, снижение почти на 23% по сравнению с предыдущей неделей. Всего с 29 мая по 4 июня за помощью к врачам обратились почти 2000 жителей региона, в том числе 216 детей. За неделю зарегистрировано 5 случаев заболевания энцефалитом, в том числе один у ребенка. И 25 случаев боррелиоза, в том числе один у ребенка. В целом, с начала сезона от укусов кровососущих пострадали 10 486 человек, что выше среднемноголетнего значения на 28%. Житель Нагорского района заболел клещевым энцефалитом после того, как выпил сырое козье молоко. В Роспотребнадзоре напомнили, что в пищу следует употреблять только кипяченое или пастеризованное молоко-коз. Жильцы падают, а машины застревают. Новый двор в Кирове за 2 миллиона 300 тысяч рублей опасен для людей, рассказали активисты Народного фронта. Речь о придомовой территории на Некрасово 40 дробь 1. В октябре 2021 года там начался ремонт по федеральной программе о формировании комфортной городской среды. Подрядчик уложил асфальт на проезжей части, а на тротуаре появилась свежая брусчатка. Но не прошло и годы, как новый двор стал больше походить на старый, рассказали жильцы. Брусчатка пошла волнами. Деформация настолько сильная, что не обошлось без травм. В темное время суток у первого подъезда упал мужчина. Чтобы не запнуться, люди закрыли неровности досками. Опасен для людей и машин водоотводный желоб. Сделали его там, где находится единственный проезд к коммерческим организациям. Решетка на нем не закреплена, она сильно прогнулась. Местами торчит острая арматура. Из-за этого здесь застряла грузовая машина. Есть проблемы с проезжей частью. На дороге образовался туннель под землю, который увеличивается в размерах. Народный фронт направил обращение в прокуратуру. Некрасово 40-1, дворовая территория, которая два года назад была отремонтирована по программе «Комфортная городская среда». Ну и мы сейчас видим, что стало с решеткой дождеподводной канавы. То есть в нее просто реально можно провалиться. Поэтому месту должна проезжать техника, поэтому месту могут проходить люди. Ну и, наверное, потенциально здесь должна проезжать еще и пожарная техника. То есть явно не соответствует действующим нормативам и представляет опасность для жителей. В Кирове стартовала летняя кампания по трудоустройству подростков. Каникулы планируется привлечь к работе 970 детей. Первая смена продлится до 26 июня. Также запланированы трудовые смены на июль и август, сообщили в администрации города. Рабочие места созданы на базе школ, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики. В летний период ребята трудятся 3-4 часа в день. Рабочая смена длится 15 дней. В программе принимают участие подростки от 14 до 18 лет. Для участия в трудовой смене не требуется специальная подготовка или квалификация. Подростки выполняют функции пособных рабочих, прибирают территории, помещения, ухаживают за клумбами. По словам специалистов, по итогам июньской трудовой смены ребята получат около 6 тысяч рублей. Вот оно какое наше лето. В Кировской области ближайшие ночи ожидаются заморозки. Метеопредупреждение опубликовано на сайте МЧС. По данным специалистов, ночные и утренние часы возможны заморозки на почве до минус 2 градусов. Информацию о неблагоприятных погодных условиях подтверждают и в Гидромедцентре. По прогнозам синоптиков, заморозки возможны в некоторых районах Кировской области. В самом Кирове ночью похолодает до плюс 4-6 градусов. Возможен дождь. Прохладная погода ждет кировчан все выходные. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 15. В ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Дискомфорта добавит северный ветер. Это обусловлено вторжением североатлантического антициклона. Он поспособствует активному ночному выхолаживанию. Ожидаются заморозки на почве и местами в воздухе до 0-3 градусов. Со вторника, 13 июня, днем уже потепление до плюс 21 градусов в Кирове и плюс 18, плюс 23 по области. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а после программу объясняю популярно. У меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»